В этом поединке на первой минуте третьего раунда удушающим приемом одержал победу и стал победителем первенства России по ММА 2019 года в весовой категории до 93 килограммов спортсмен из Ханты-Мансийского автономного округа Гамзат Сирожудинов. Гамзат Сирожудинов пришел в зал в 7 лет. Свой первый бой проиграл, после этого дал себе слово, что станет лучшим в мире бойцом ММА. Постепенно движется к этой цели. Победа на первенстве – очередной шаг к мечте. Стать обладателем пояса профессиональной организации ММА. Если ты становишься чемпионом мира профессиональной лиги, то это совсем другое. Там подписываешь контракт с организацией. Если ты им нравишься, как боец, подписываешься, делаешь без поражения и победы, и тебе дают бой за пояс. Однако сначала Гамзату предстоит подготовка и выступление на первенстве мира в Бахрейне в ноябре этого года, где он будет представлять Россию. Мы каждый год в тройку уходим сильнейших. В основном была Челябинская область. Но уже последующие годы мы их всех опережаем. И в этом году мы доказали, мы забрали по юношам общекомандное первое место. Отделение смешанных боевых единоборств ММА в Нефтьюганске открылось в январе этого года. Это первая в округе официальная секция по данному виду спорта и победа на первенстве России серьезное достижение. Я хочу выразить слова благодарности депутату Думы Ханты-Массийского автономного округа Владимиру Николаевичу Семенову за помощь в развитии смешанных единоборств спортивной школы «Спартак». С депутатского фонда выделяются денежные средства на развитие материально-технической базы, выделяются денежные средства на тренировочные сборы и соревнования. По словам директора спортивной школы, популярность этого вида спорта растет. Все больше маленьких нефтьюганцев хотят записаться в секцию ММА. Сейчас на отделении смешанных единоборств тренируется чуть более 40 ребят.